И аккуратненько режем вот здесь. Нет, 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 да что ж такое? Тринадцатый за сегодня! Несчастье будет. Значит так, рукожопый, пошел вон из кабинета, я убирать буду. Я, собственно, сейчас уберусь и уже могу уходить. Натопчет тот! Кровью накапают! Это что? Где? Это чье? Это его, это его, я в бахилах. Второе показал! Пожалуйста. Значит так, я сейчас выйду, а он здесь все уберет. Боюсь, он не сможет. Что ты сказал? Он что, бессмертный? Скорее. Наоборот. Значит так, засранец! Я сейчас выйду, а ты быстренько все здесь уберешь! Ах, спать вздумал. Хорошо, сейчас я тебя быстро разбужу. Ах, симулируем. Ах, симулируем. Слышишь ты, бесхозяйственный, ты видел, что на двери написано? Без бахил не обходить! Так что ты вошел? Извините, мне по срочному надо было. Значит так, я сейчас пойду погуляю, а ты своим языком здесь все вылежешь, понял? Правильно, правильно. А ты ему поможешь! Да, хорошо. Врачи обязаны помогать своим пациентам. Как так скажете? Сельву-пле! И тут что-то наплевал. Уберем. Что вы лежите? Берите швабру, мойте. Иначе она нас закопает. Время немало, работайте, работайте. Лейтенант Шнайдер. Сержант Майнер. Шалом. Я что-то нарушил? Пока что нет, но ключевое слово здесь пока что. Да ладно, Моня, что вы сразу попугаете? Вы просто едете по платной трассе. Как по платной? Я проезжал, я никаких знаков не видел. Со знаками было бы 2 гривны за километр. А так всего лишь гривна 50. Пользуйтесь нашими скидками. Ну слушайте, это издевательство. Совершенно с вами согласен. Пока каждому водителю это все объяснишь. Да, Монечка, я предлагаю в прайс вывести новый пункт. Объяснение прайса. Начнем с этого непонятливого. Не надо, не надо, я понял. Держите. Он так и понял. Только квитанцию мне выпишите, пожалуйста. Нет, он так и не понял. Квитанция у нас выписывается от 2000 километров. Выписывать? Ладно, не надо. Все, я могу ехать? Да, а вы назад что, не собираетесь? Не, я назад не собираюсь. А, это получается, вы уже возвращаетесь. А как же оплатить за дорогу в ту сторону? Пожалуйста, держите. Спасибо. Все? Здравствуйте, все. Теперь давайте перейдем к вашей аптечке. Блин. Пожалуйста. Какой вы догадливый молодой человек. И за вашу смекалку я готов вам продать аптечку за сущие копейки. Сколько? Всего лишь 600 гривен. Сколько? Вы что, издеваетесь что ли? Да в любом самом дорогом магазине она максимум 200 гривен стоит. Изя, только тройная накрутка. Что за невиданная щедрость? Монечка, нужно уважать людей, с которыми работаешь. Согласен. Не хапать. Ладно. Держите. Спасибо, уважаемый. Все? С аптечкой закончились. Сейчас перейдем к вашей страховочке. А вот со страховочкой у меня все в порядке. Вот, пожалуйста. Она еще сутки действительно. Сутки? То есть завтра она уже недействительна? Монечка, нам предстоит очень долгий осмотр этого автомобиля. Ой, ой, ой. Ладно, ладно, ладно. Все, я понял. Держите. Но это последнее. Ну что ж. Раз последнее, не смеем вас больше задерживать. Счастливого пути. Мне кажется, вам совесть обрезали. Ой, ой. А с виду такой хороший, понятливый человек. И не говорите, Боня. Изя, я вынужден вам сообщить, что я ухожу из этого бизнеса. А что такое, Моня? Целый день работать и получать в конце его всего лишь одну тысячу долларов. Нет. Я в ломбарде зарабатываю больше. Монечка, все мы понимаем, что у нас есть основная работа. Это приработок. Но если приработок, то немножко напряжься, можешь. Ну так напрягайтесь, Моня. О, Рус-Ройс. Оп. Здравствуйте. 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 Нам ваша помощь нужна. А поконкретнее? Ну так это, надо будет, это... Чё ты мямлишь? Чё ты постоянно мямлишь? Разводимся мы. Имущество делим пополам. Да. Так вы не по адресу. Мы мастерская, а не суд. Нет, мы как раз по адресу. Нам нужно машину эту пополам разделить. Да. Чего? Машину разрезать? Вы с ума сошли? Вам не жалко её? А меня вам не жалко? Я лучшие годы отдала этому козлу. Какие лучшие годы? Что ты несёшь? Да всё, что я в тебя вложил, тебе десяти процентов много будет. Что? Да наш брак держал столько из-за меня. Потому что ты постоянно со своей машиной проводил время. Меня никогда времени не уделял. Так чё, как резать? Вдоль или поперёк? Вдоль. Поперёк. Короче, ей задок, мне передок. А зачем это мне задок, если он тебе нужен? Потому что ты постоянно эти задницы смотришь. Что? Да. Что ты несёшь вообще? Короче, зачем тебе передок вообще? Ты ж ездить не умеешь. Я не умею ездить? Да это ты не умеешь. Ты пересдавал эти экзамены. Что вы делаете? Что вы делаете? Для мамы снимаю. Она меня спрашивает. Ромчик, а чё ты не женишься? Вот хочу и показать. Не, ну это... Ты погорячился? Понимаешь, брак это не только скандалы. Конечно, не только. А что ещё? Ну это ещё и это... Ну чё ты мямлишь постоянно? Что вы его спрашиваете? Он вообще не знает, потому что он дома времени не проводит. Это я не проводил? Так я работаю. Работаю. Что ты говоришь? Работать, дай я твою работу. Вот такие губы, вот такая причесочка. Не такая, а вот такая она нормальная. Короче. Ты что? Короче, резать. Режь ты, как суд решил пополам. Вика. Что? Ну что за человек такой? Что там, и детей тоже пополам резать? Чё ты такое говоришь? Детей пополам. Дети это... Это дети. Вот из-за них молодой человек и стоит жениться. Ага, ага. Дети же не виноваты, что мама у них это... И папа тоже такое же. Ну чё, им мучатся, что ли? Ну ладно, Зашка, извини, что-то я завелась. Не знаю даже чего. Да я тоже, слушай. Извини меня. Действительно. Я прям вот, не знаю, закипел. Ну а что ты всё? Смотри дату изготовления, смотри дату изготовления. Я извиняюсь, а трусы тоже резать пополам? Какие трусы? Они тут лежат. Так. Так. Так, это же эти трусы, которые... Что это за трусы? Которые... Ага. Это те трусы, которые я тебе подарить хотел. Понимаешь? Знаешь что, Саша? Что? Я сейчас кое-что пополам поделю. Нет, Вика, не имеешь права. Не имеешь права. Это несовместно нажитое имущество. Вика. Да, Вика, я тебя сейчас догоню. Нет, Вика, не имеешь права. На троих. Твою мать. Одна пачка не влазит. О, а я её в туалет отнесу. Точно, там же бумага закончилась. Это что, полкиники? Добрый день. Стучать вообще-то надо. Если поможете мне решить мою проблему, могу и постучать. На кого скажете? В чём ваша проблема? Сейчас приведу. Ираида Павловна, заходите. Вот, стульчик. Присаживайтесь. Это моя тёща Ираида Павловна. Мужик, разве же это проблема? Крякнет она скоро. Да проблема не в этом. Мы собрались с женой отдохнуть, а она решила взять с собой эту глухую маразматичку. Мою любимую тёщу, Ираиду Павловну. Так вот, уже здесь мы обнаружили, что у неё ещё советский паспорт красный. Мы, понятно, понятно, что оформить нереально уже, поэтому... Я-то чем помочь могу? Если можно, провести её как багаж. Да. Я всё понимаю. Что здесь? Её пенсия. Мы ж не звери, у людей последнее забирать. За три года. Но мы ж не звери. Людям помогать вообще-то надо, правильно? Конечно. Поможем, поможем. Значит так, смотрите, мы сейчас коробочку попросторнее найдём. Да. Положим туда журнальчик, работница за 86-й. Супер. Поедет как в купе, родненькая. Ну что, Ираина Павловна, едете отдыхать? Только учтите, там очень холодно в багажном-то купе. Да, не обращайте внимания. Она как начала получать новые платёжки за отопление, сама от него отказалась. Уже два года как. Отдыхать, говорю, едем! Сейчас, подождите, может, ничего и не надо будет? А, нет, заснула. Ну что ж, давайте вы тогда подбирайте коробочку, а я через минут 5-10 подойду, окей? Хорошо. Бабулечка! Радуйтесь, отдыхать едете. Сынок, я глуховатая, я. Понятно. Глуховатая. Понимаю. Поэтому я всё на диктофон записываю, а потом прослушиваю в наушниках. Какой диктофон? А? Говорю, диктофон какой? Зачем это вы? Что это вы, бабуля? Бабушка. Не думала я, что ты этого кабана завалишь. И не завалил бы, если бы не хлороформу. Фух. Я для вас, бабуля, всё готов сделать, лишь бы вы запись эту стёрли. А это мы на обратном пути посмотрим. Если отдохну хорошо, то, может быть, и сотру. А, ну, тихо. На, мужик, наслаждайся. Вот, гадина старая. Я не старая. А гадина ещё та. Сейчас таких уже не делают. Ох, нам бы, ёбно, таможню. Вот это я б дела творил. На краях. Здоровеньки були. Добрый день. Ну что, Кума, с чего начнём? Я предлагаю с классики. По пивку. По бокальчику. По бокальчику. Классика то есть по три. Одразу по четыре. Давай по четыре. Отличная у вас классика. Классика all-inclusive. Это все знают. А, у вас тренировка перед all-inclusive? Мы, хлопцы, опытные. Нам тренировки не потрібные. Мы сами кого-то хочем научим. Мастер-классы можем проводить. Так. Пожалуйста, это раз. Первый пошёл. Так, ну что, давай, чтобы в Египте никогда не закинчивался пивом. А, что, и такое было? Того разу так и было. Довелося до сусіднего отеля повсти. Ну давай, залпом со всех орудий. Будьмо! 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 Ну, Кумчик, что у нас дали по классике? Дали у нас по классике? По классике. Кыльчок. По 150? По 150. Литрушу мені повстать в руку. О! Давай, Куме. Знаешь, за что? За что? Чтобы мы с тобой в Египте не побились. А что, было и такое? Ну, не часто. Не часто. Загріто. Мы с Кумом дуже один-одно поважаем. Уважаем. Уважаем. Звучить, перед тобой циклю дайся дойти. Ты! Рахуй! Два. Вот циклитрови давай. Ну. Слухай, Кумасево, а шо там по часу? Мы шо встагаем в паспортный стел. У нас написано, чекаем у вас для фотографии письля другу. Ось письля другу и письмо. Я извиняюсь, но если вам надо было фотографироваться на паспорт, может, не стоило так напиваться? Та для того ци все и робиться. В смысле? Чтоб нас на кордоне пропустилы, мы будем выглядать так, як у жити. Разумись? А мы будем улететь здесь вот такому выгляде. Может, Петрович, будет трохи хуже. О, ну шо, давай. Давай. Зайдет починок. Зайдет чепенок. Да не трясись ты, Битя. Да где она ходит? Сейчас придет. Здравствуйте, дорогие, красивые, молодые, шальные. Путь к вам был не близок, поэтому потратила все деньги. Давайте погадаю. Хоть немножко, три-четыре копеечки верну. Здравствуйте, Зулия Алмазовна. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас к вам будет очень серьезный разговор. А тебе, красивый Рыча, погадать? Всю правду расскажу. Что было? Что будет? Не надо мне что гадать. Я сам все знаю, когда у меня что будет. Это мы вам сейчас расскажем о поведении вашего сына Ратмира. Что натворил этот сорванец? Он это самое, уроки прогуливает. Ну так мы народ кочевой. Мы не можем сидеть на месте. Нам надо постоянно куда-то идти, куда-то спешить. Мы поэтому третью школу за год и меняем. Но это не главное. Тихо помолчи, я все сама знаю, все сама сейчас скажу. А пятерочку дадите за то, что я сама все это скажу? Нет. Ладно, говорите, что там случилось. Он у меня из спортзала козла украл. А? Скажись, такое козла! Откуда я из спортзала козел? Так это же там стареат гимнастический. Так, ладно, не в этом речь. Всю правду сейчас скажу. Папка наш, отец Ратмирчика, ушел от нас. Угу. Так вы решили одного козла поменять на другого, да? Подожди, женщина. Сейчас вот я всю правду говорю. Видишь, я в печали, я страдаю. Так вот, папка ушел, забрал всех наших коней. А Ратмирчик мой сыночек, он скучает за ними. Вот он и забрал вашего козла, чтоб ему веселей дома было. Пуцефалом назвал. Нас, конечно, очень трогает ваша история, но гимнастический снаряд в школу придется вернуть. Ладно, записывайте адрес. Парковая 20, квартира 15. Пиши, Витя. Ага. И что, там мой козел? Там мой козел со своей новой женой живет, скотина такая. Вот заберите его себе и прыгайте через него. Зулия Алмасовна, все-таки придется вернуть козла в школу. Хорошо верну. Только глаза закройте. Вы опять за свое? Что? Я правду говорю? Да чтоб я на автостанции всю жизнь работала, если я вас обману. Хорошо, Витя. Закрывай глаза. Ладно. Вот зараза! Опять обманула нас! Сережки ваши! Украшение мое украла! Бегом за ней! Так, а где ее искать-то буду? Ты же слышал, что она на автостанции работает! Журналом прикройся! А, ось! А, ледичка! Стоять! Где она? Слушай, крыльный зал, ну что ты не могла найти заявление о пропаже телефона? Сань, я тебе знаешь, что посоветую? Забей. Так как же забей? Ты что? А, вот оно. Олег. Бабуля свой телефон в сумочке найдет, раз, заявление есть, дело раскрыто. Все. Здорово, мусоряне. О, привет, кабан. Ты что, магазин одежды ограбил, пришел к нам с повинной, что ли? Да вы чего, пацаны? А, я понял. Все, кто нас опять будешь тянуть. Так ты с нами еще за кабаную не рассчитался. Ага. Да что вы так стартуете, менты? Я же сказал, с этим подвязал. И вообще, что вы о мирском говорите? Благословение пришел у вас спросить. На что? На то, чтобы ларек ограбить? Ну, что ты опять за своего? Жениться я собрался. Ого. Поздравляем. А почему к нам? Так вы же мне как отец и мать. Ну, или ты мать. Кто у вас мать, я не знаю. Так, ты на что это намекаешь? Я ничего не намекаю. Что вы к словам придираетесь. Я все чин-чинарем собрался жениться. И невеста у нас имеется. Смотри. Интересно. Ну? Слушай. А это не тот телефон, который вчера отработали, а? Что ты за человек такой? Он к тебе со всей душой, а ты про работу. Красивая? Красивая. Слушай, действительно, а что это я проработал? Да. Мы же тебя кабанчик еще совсем маленьким помним. Ты же вот такой был худенький. Дубинкой по тебе попасть невозможно было. Все. Вылетает наш орленок из гнезда. Точнее, не орленочек, а сорока. Сколько ты всего блестящего к себе в гнездо перетаскал. Да. Сейчас пойдет жена, дети. Ты хоть заезжать к нам будешь, кабан? Раз в месяц верняк. О. Зуб даю. Ну так что, может по 50? Не, 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 не. Вы что, мужики? Мне сейчас к невесте идти. О, а вот она и звонит. Извините, интим. Алло. Да. Что, все вынесли, да? А со второго магазина? Хорошо. За углом ювелирку видите? Давайте, работайте. Да, можно. Это, кабанчик, какие-то странные у тебя разговоры с невестой. Так а что? Невеста с тещей по магазинам шарятся. Ну, свадьба же ж готовится. Ну, ты знаешь этих баб. Ну, да. Понятно. О, закончили подготовку. Ну, что ж, не буду вас задерживать. Как говорится, спасибо за благословение. Так подожди, кабан, что, не посидим? Не, 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 спасибо. А, вы, кстати, у себя в документике пометьте сегодняшним числом, что, мол, Кабанов с 15.00 до 15.15 был знаменем. Ну, типа, алиби. Ну, мало ли шо там, да? Подожди, кабанчик, ты сейчас не спеши. Давай присядь, наверное, сейчас. Да не, пора мне уже. Жена, будущая семья. Не, не, кабанчик, подожди, подожди. Все, все, все. Ну, решил человек жениться. Пусть женится. Я чувствую, что и свадьба у нас в отделении будет, и детей его мы с тобой воспитывать будем. Черт. Черт. На троих.